добрый вечер мои дорогие друзья уважаемые коллекционеры за окном у меня идет дождь достаточно уже поздно темно я решил сделать этот обзор на мою новую консоль которая мне попалась в руки 81 это так называемый нас тамагочи шел собственно по своим делам никого не трогал и мне вот попался вот такая штука 81 ну я сразу взял в руки смотрю качество такое хорошие кнопочки краска очень здорово все думаю интересная штука 90 помню было у меня поворачиваю значит смотрю вот здесь вот печать такая worldwide guarantee apollo думаю гарантия ничего себе наверно какая-то лицензионная все-таки вещь не китай у самого тамагочи у меня в 90-х был но был у меня он недолго у меня была какая-то помню китайская копия непонятная вот у меня там был питомец я начал значит лечить и что-то я его переколол местным лекарством которое там было и он у меня скоропостижно скончался все собственно говоря мое знакомство на вот этом и закончилось вот этими тамагочи вообще баян вот этот дикий в свое время в 90-х даже статьи писали что дети кончали жизнь самоубийством вот от этих игрушек новая забота и забава человечества японская игрушка тамагочи виртуальный зверек выведены 30-летней домохозяйкой яки маитой тамагочи живут на экранчиках овальных брелоков концу 97 года их в мире больше 10 миллионов капризные карманные животные то и дело пищат им нужен постоянный уход с помощью трех кнопок зверька кормят моют одевают лечат и складывают спать если этого не делать регулярно тамагочи будет сердиться топать ножкой чахнуть и болеть среднем продолжительной жизни 20 дней в интернете проходят виртуальные похороны потом в крупных городах отведут земельные участки для погребения брелоков первое кладбище тамагочи откроет власти будапешта каждый считает своим долгом воспитать хоть одного интерактивного питомца тамагочи носится как кура с яйцом писк из кармана заставляет вздрагивать и бросать все дела но что там с ним еще случилось ну вот возвращаясь предыстории когда я собственно вернулся домой сел за компьютер начал гуглить что это такое выяснилось что это редкая вещица из 90-х фирменная как оказалось люди знающие но оказывается очень много людей которыми этим вопросом увлекаются вот этими томогочими вот оказалось что в нерабочем состоянии вот эта штука в таком вот как у меня стоит начинается там от 1000 рублей в рабочем она может доходить до 10000 рублей и скажем так посоветовали не продавать если она кажется рабочей потому что каждым годом цена на вот эти штуки растет вот собственно я предлагаю с вами сейчас я купил батарейки сегодня днем ходил сюда вот нужны у нас а g13 вот такие толстые маленькие вот мы сейчас вставим в тамагочи и ну держите крестом пальца чтобы он работал очень хотелось бы ну в это верить так вот здесь у нас плюс плюс сюда не получается минус вот сюда ну что первое включение смотрите да он работает это это здорово тут у нас написано супер пед а пед это питомец по-английски слушайте ну я на самом деле рад это 20 слушай а может заткнуться нет нет что-то заткнуться он не может ну так вот я очень рад время можно установить похоже вот я очень рад что это у меня штука теперь в коллекции есть на это 29 консоль моей коллекции ребят если у вас в 90-х были такие замечательные штуки расскажите что они для вас тогда значили ну и может быть в настоящее время для вас они что-то значит вот а я желаю всем хорошего настроения значит отличного вечера вот ну и под финиш послушайте моего одного из моих любимых исполнителей snoop dogg а собственно говоря я также рад как он на самом деле и Ребят, час уже прошел, вот это зараза.